Добрый день, господа! Это Юлия Латынина, это Алексей Ристович. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Не забывайте подписываться на канал Алексея, не забывайте подписываться на наш канал, а также делиться ссылками на этот эфир и ставить лайки. И я не могу, конечно, не начать с совершенно вынесшей мне душу истории о госпитале, который якобы разбомбила страшная израильская военщина со слов СНН и Хамаса, потому что я не представляю себе, я предлагаю сделать это предлогом для более широкого разговора о современной цивилизации, о том, как в ней используются фейки, потому что я реально не могу прийти в себя. Ну вот как? Ну никто же не будет цитировать слова Коношенкова о том, что украинцы в Мариуполе разбомбили себя сами. СНН прежде всего пойдет проверять. Здесь в разгар визита Байдена, то есть просто явно, что есть желание сорвать этот визит, и надо сделать так, чтобы он дальше не полетел в арабские страны, помимо всего. А хамасовцы сообщают, что Израиль раздолвал госпиталь. Они прекрасно знают, но есть же элементарный факт-чекинг, что Израиль не бьет по госпиталям, уж не предупредив 10 раз и не заставив эвакуировать всех. Они начинают нести эту чушь. Когда появляются видео, когда появляются факты, когда появляются три видео о том, что это была ракета израильского джихада, о том, что на самом деле упала ни на какой, ни на госпиталь, а на стоянку рядом, и, судя по всему, количество жертв там близко не досягивает до 500, и тем более до 850, как говорили пропагандисты Хамаса. Появляются перехваты, на которых хамасовские, опять же, деятели, что меня страшно напомнило, вот эти перехваты по MH17. Помните, как они там говорили? Стопудово гражданский бурд. Вот точно так же, значит, да, значит, стопудово – это ракета исламского джихада. И после этого та же самая СНН, которая все, что говорит Хамас, воспринимала просто как библейскую истину и пересказывала. Они говорят про эти верифицируемые видео, но это точка зрения армии Израиля. Вот есть точка зрения армии Израиля, вот есть точка зрения Хамаса. Выбирайте, мы какие объективные. В те время визит Байдена сорван, погромы идут, а они такие объективные. Алексей, как это объяснить? Они сошли с ума. Ну, это же старая истина. Если теория противоречит фактам, то тем хуже для фактов. Правильно? Поэтому я сейчас должен буду проговорить несколько банальных раз, которые давно стали уже общим местом, но давайте я их проговорю. Значит, как бы со времен Вавилонской башни, даже и раньше, человечестве же плевать, кто есть истина. Большей части человечества глубоко, наверное, это пофиг. Их интересует не истина, а правота. Прав я или нет. И поскольку после определенных процессов правота начала приравниваться к, ну, скажем так, к единственной опоре человека в этом мире психологической, для него вопрос о правоте, особенно для современного терапевтического человека, это вопрос о выживании. И когда станется вопрос о выживании, ему кажется, что все средства хороши. Чтобы я выжил, должна выжить моя точка зрения, должна выжить моя правота, моя эмоциональная правда. Ну, значит, немножко передернуть или приврать, это же невеликая проблема. Поэтому, ну, в конце концов, да, но это война, вы поймите, на войне иногда приходится врать, чтобы победить. Война – это путь обмана. Все суньзы бросили цитировать и так далее. Поэтому СНН, честно, как рупор леваков, честно бьется за свою картину мира, за свою правду леватскую. Ну, и там дальше антиколониальный дискурс, злой колониальный Израиль, мучающий несчастных палестинцев. Там грех не перейдет. И потом, у них совесть чистая. Они же предложили выбор зрителю. Они сказали, это версия армии обороны Израиля, версия Хамаса. Выбирайте. То есть они думают, что у них все честно, предельно честно. Хорошо. Тогда я хочу совсем обострить вопрос. Я хочу просто вот, я считаю, что настоящим виновником этой войны является, ну, тем более не Израиль, конечно, но даже не Хамас. Я вот реально считаю, что настоящим виновником того, что эта война может происходить, я имею в виду нападение, естественно, Хамаса на Израиль, является СНН и розовые интеллектуалы, которые страшно обижаются, если их замезгендерили, которые сами себя назначили совестью мира. И вот Хамас рассчитывал ровно на то, что сначала СНН напишет, что Хамас взял в заложники несколько израильских солдат, а потом СНН скажет, что израильцы взяли в плен. Да, взяли в плен. А потом, значит, в ответ кровавая израильская военщина убила 850 мирных человек в больнице, а потом совесть мира выйдет на демонстрацию, и война, не начавшись, кончится победой людоедов. Если честно, абсолютно Путин в своем модус операнди, вот начиная с 2014 года, и даже раньше, берет пример с этой пропаганды Хамаса, и хуже с пропагандой СНН. Да, я согласен. Развить. Алексей. Понимаете, у меня есть внутренний предохранитель, который запрещает говорить вещи, которые мне самому кажутся банальными. Поэтому мне приходится делать усилия. Для меня левачество в таком варианте давно понятный пройденный этап, и мне нужно в моем интеллектуальном открытии 15-летней давности сейчас как-то вынуть из себя из памяти и снова их проговорить. Мне нужно усилие. Для усилия нужна пауза. Сейчас я заберу силы. Да, все равно в левом проект, который существует со времен Великой Французской революции, устойчиво оформленной, и который создает искусственную реальность, не имеющую никакого отношения к объективной реальности. Более того, он отрицает объективную реальность, и главная вера левого проекта в том, что реальность можно заколдовать словами. Проект заколдования мира словами. Они верят, что их слова, их мнение имеют антологическое значение. Они отказались от реальности, то есть обозначают реальные вещи. Они отказались от реальности, начали играть словами и боятся слов, и желают, жаждут слов, как маленькие дети. Мне кажется, что если они сказали, что это и есть то, оно так и есть. И это терапевтические люди. Они боятся говорить о реальном устройстве мира. О них рисуют утопии сплошные, или антиутопии, или анти-антиутопии, за все задачи которых их, ну, соответствовать их картине мира, представлению. Проблема в том, что в случае с Украиной, Израилем и со всем остальным, они рисуют кровью израильских и украинских детей. Эти антиутопии. Ну, рисуют. Так как это вышло? Как вышло? Я понимаю, что, как ни странно, у меня та же самая проблема, потому что я сейчас поднимаю свои статьи 15-летней демности о защите прав людоеда. И вижу, что в них действительно все написано. Но тем не менее, как так вышло, что люди, которые против всего плохого и за все хорошего, оказались прямо и открыто на стороне людоедов и с розовой улыбкой отрицают, что это людоеды. И при этом приписывают себе... Я вот, понимаете, гатентутская мораль – это вещь привычная. Я украл это хорошо, у меня украли плохо. Но люди, которые назначили себя совестью мира и утверждают, что людоеды – это хорошо, вот это для меня действительно новое в человечестве. Ну, почему же новое? Это мы очень много лет. Давайте вспомним Жан-Жака Руссо и его Кандида, да? То есть, кто у нас там? И благородный дикарь. Там же очень простая мысль. Только очищенный от всякой цивилизации дикарь является кем? Моральным существом. Потому что любая цивилизация – это что? Тираническое подавление личности. Любой аутентичности, цивилизации, любая аутентичность, любая цивилизация подавляет благородного дикаря. Значит, тогда благородные дикари искали в индейцах и так далее, и так далее, которых ничем мучили злые белые колонизаторы. Сегодня их ищут в Хамасе подавляемом злобной израильской военщине. Вы поймите, что такое современный левак. Это левачество. Это куча психологически ненормальных индивидов, которые циники, скептики, ни во что не верят. И они ничего не признают, кроме некой такой концепции «Я», которым за меня это застилает весь мир. И вот это «Я» должно быть реализовано с их точки зрения, не считаясь с потерями. В крайних случаях это уходит до чего? До игры с самоидентификацией, например, это культурный марксизм, в который человек говорит «Я, например, ощущаю себя женщиной, говорит мужчине, особь со вторичными мужскими половыми признаками». И он требует, чтобы все общество начинало обслуживать это его позиционирование. Разница между христианской историей и историей вот этих товарищей? Какая? Или разница между милосердией и левой эмпатией? В христианстве пастор идет за заблудшей овцой, а у леваков эмпатия выглядит, и это милосердие. Он идет ее искать, рискуя свою жизнь. У леваков эта овца заблудилась в пустыне, растопырила четыре ножки, утвердилась, и начинает орать на пасторе, чтобы он вел все остальное стадо к ней, и это стадо обслуживало ее пожелания, невроз, ее картину мира, а иначе она за себя не отвечает. Для них вся реальность это структура угнетения. Для них зла израильская военщина, которая в кого-то хочет стрелять и так далее, она же квинтэссенция зла. И они живут по принципу «я есть то, что я про себя сказал». То есть если Хамас говорит про себя, что они благородные борцы израильской военщины, значит так оно и есть, как мы можем у них отобрать это право. Они приучают американских школьников. Так Путин говорит, что он борец с украинским нацизмом. Вот что же они Путину-то не верят? Почему? Верят Путину тоже. Они говорят, что Путин вот тоже где-то имеет свою правду какую-то и так далее. Просто они говорят это открыто, потому что это против монстрима. Но есть отдельные как бы товарищи, которые говорят, что Путин консерватор, например. Верят в это. А Путин просто гомофоб криминального происхождения. Никакого консерватизма там в помине нет. И так далее. Ну то есть целая история. И они живут в обществе, где каждый определяет свою истинность. И так как он хочет ее вне зависимости от объективной реальности. И давайте вспомним Заводной апельсин. Помните Заводной апельсин? К своему стыду? Нет, я лучше сразу признаюсь. Стенли Кубрика. Ну посмотрите, там же идея какая, что был молодежный банк, который плохо себя ведет, врывается в либеральном обществе, а потом его садят в тюрьму, где на нем программа психологического кондиционирования, и он не способен возвращаться туда и попадает во власть писателя, жену которого они изнасиловали, возвращается на его... А тщательно обезврежен и не способен к сопротивлению, ликвидированной агрессии. Там целая история за этот самый. Как они вот эти вот добродетельные либералы-ливаки, они просто уничтожают на пути человека за пределами всякого милосердия и выступая против дискриминации, насилия, угнетения, занимаются махровейшей дискриминацией, насилием и угнетением, как делают селевики. И тут же еще один момент у них есть. Они же всегда хотят делегировать право на насилие кому-то другому, потому что сами они не способны к насилию. Мастер своей, они такие божьи дети, снежинки, одуванчики, и они требуют ножками сучат и требуют от государства, чтобы оно пошло и наказало. То есть они делегируют право на насилие кому-то, наслаждаются своей бессубъектностью, сохраняя маску благопристойности и изображая, что вот мы высоколобая профессура, мы журналисты, которые смотрят в корень как бы на явление, и мы должны что? Мы должны вот препятствовать росту всяческой агрессивности. Когда они, я думаю, лет они через 10 дойдет до того, что они произносят законы о химической кастрации армии обороны Израиля, для того, чтобы они не могли причинять насилие бедным палестинцам. И 1400 убитых, отрезанные детские головы, перерезанное горло старухам, которые пережили холокост, это, ну, благородный дикарь, да, восстал против огромной технической машины армии обороны Израиля и сражается это как может. Мы должны его правильно понять, у него есть позиции, а не угнетаем. Какая-то сенсоревачество. Что же вы хотите? Я все это видел. Можно я просто маленькую ремарку воткну, потому что я сейчас только что смотрела репортаж CNN, в котором, к моему удивлению, CNN действительно рассказывала о том, что люди, ворвавшиеся, вот, отрезавшие головы и так далее, что у них были подробные инструкции, как все это делать, и у них были подробные планы кибуцов, я думала, что это случилось в CNN, пока я не дошла до того места в репортаже, где это называлось «Силою сопротивления Хамаса». Извините. Алла Верды. Да, есть такое дело. И не... Ну, вот в таком мире мы живем, да. Как бы он такой. Левые они такие. Мы что, забили BLM, BLM, или курсы по поиску в своей психике в Америке проводились такие. Курсы по поиску российских тенденций или методички по обнаружению в себе комплекса превосходства белой расы, которые должны... Люди должны подвергать себе самоанализу для того, чтобы, значит, понять, что... Или, например, когда они цепочкой с себя связывали белые и покаянно шли за негром, который вел их там на цепочке. Это же все вот это вот. Они наслаждаются своей бессубъектностью, они хотят, чтобы все остальные были бессубъектны. А ведь со временем... Мы живем в таком мире, где вопрос нашей субъектности и вопрос устройства общественных отношений это, в первую очередь, вопрос насилия. Кто как бы каким поводом его применяет. И не хотят об этом говорить. Они... против всякого насилия. Даже если это насилие, когда израильские солдаты отстреливаются... Втроем отстреливаются, защищая поселение от десятков атакующих боевиков. Но чтобы там как бы не остановить резину. Ну, нельзя. Это плохо. Нет, они не против всякого насилия, они против того насилия, которое нельзя оправдать деколонизацией. Потому что вот насилие Хамаса... Ну, так выглядит деколонизация. Вот тут у них нету проблем. Да, вот тут они... Они там разнообразные, как бы, товарищи. Поэтому, ну, все же понятно с ними. Там леваки не такие специальные люди. Ну, я тогда продолжаю эту тему, потому что хочу две важные вещи сказать. Во-первых, вот мы видим тенденцию, что настоящая война, и все почему-то очень... Этим были считали, что это какое-то гигантское открытие, настоящая война занимается... заменяется гибридной, информационной и так далее. И все стали восхищаться этим концептом, якобы путинским, на самом деле, конечно, хамасовским, леваческим. Но это фигня. Вот мой тейк следующий. Кто ведет гибридную войну, кто ведет... увлекается информационной войной, он проигрывает настоящую, которая ведется на Земле по двум причинам. Во-первых, у него просто все снизу доверху приучаются врать. Вот у Путина, да, они не попадают по целям, они просто врут, что попали. Это гораздо легче. Вот это... Я это бы хотела услышать, что вы по этому поводу думаете. Ваш покорный слуга с 14-го года говорили, гибридная война это очень плохая замена на следующей войне. Это ирзат война. Но нам нужна там, где люди не могут организовать четыре украинских фронта, например, в два с половиной миллиона человек и просто тупо, нормально пушками перемолоть противника и захватить то, что им надо. Как сделал СССР, когда ему понадобилось очистить от Рейха, в смысле, от Рейха, Вермахта территорию Украины. Четыре украинских фронта, два с половиной миллиона человек. Подвесить орудие на километр фронта вперед. Как бы, да. Эти не могут, поэтому начинается гибридная, экономическая, информационная. Все это не нужно, когда может приехать пять танковых армий и закрыть вопрос. Понимаете? Поэтому это всегда было эрза. Это оружие бедных, это эрзац война, когда не хватает денег, ума, силы, организационных способностей на настоящую войну. Настоящая война, старшая война, ее ничего не может заменить в принципе. Потому что природа войны это навязывание своей воли противника. И сущность войны в навязании воли. Поэтому никакие там дроны, никакие роботы не могут этого сделать. У дронов и роботов нет воли. Навязать можно только человек человеку непосредственно. Воля в городке маленьком, уютном, который никогда не видел войны, навязанной никогда туда стая вражеских дронов прилетела. А когда туда пришел толстый комендант с печатью и взводом военной полиции и сказал, все, теперь все амбары опечатаны, городская казна опечатана, архив опечатан, опечатан, и я буду выдавать вам правой рукой справки, а левые их требуют. А кто нет, того мы расстреляем. Вот тогда воля навязана, и слышители не сопротивляются. Вот так это осуществляется. Сколько у него дромув и чего написали в газетах? Ну, тут как бы когнитивные войны имеют значение, как члены в них войн, по той простой причине, что они работают со способностью сопротивляться, то есть либо индуцируют сопротивление, либо прекращают сопротивление. Они тоже имеют большое значение. И информационно-психологически тоже в этом смысле имеют значение. Но одними информационно-психологическими не будет войну. Они должны совместно с материальными боевыми действиями идти. Нужно и нужно подрывать силу с возможностью противника сопротивления, противостоять такой же интенсии, направленной на нас. Но без пехотинства нормально придется автоматом на перевес. Это все не решается. Еще одна серьезная причина проигрыша, когда ведется гибридная информационная война, заключается в том, что каждый раз, когда вы врете, ну как Хамас или как Путин, на самом деле вы ставите эксперимент. Вот вы тут вспоминали жука в муравейнике, когда человечество будет разделено, человечество будет разделено по неизвестному признаку. Так вот, в данном случае человечество как раз тоже разделяется, причем по следующему признаку. Поверит оно или нет идиотской лжи. И действительно, когда вы ставите такой эксперимент, вы набираете себе много громких сторонников, которые будут бегать где-нибудь на путинском телевидении и кричать, ну вот же, Су-25 сбил МН-17 или, ну вот же, Израиль уничтожил госпиталь. Но люди, от которых зависит решение, начинают от вас отворачиваться. И мне кажется, что сейчас наступил переломный момент, вот мы просто видим переломный момент в этой гибридной войне, видим, как начинают гнать железной метлой все вот эти про Хамасовские и демонстрации. И мне кажется, сейчас будет это происходить с про Хамасовцами, с леваками, с деколонизаторами. Ну, правда, поворот наметился на Западе, да и в Европе тоже наметился, но докуда дойдет этот поворот? Посмотрим. Показательная история была в Гарварде, она сбитая, затаскана, но тем не менее. Это когда студенты там написали про Хамасовскую декларацию, а работодатели, которые выкупают, плачивают им образование, поинтересовались, а кто там за Хамас? И начали, да, и потребовали вместе с частью преподавателей опубликовать списки. И тогда эти подписавшиеся начали массово отзывать свою подпись, что Хамас Хамасом, а работать хочется. И иметь свой кусок масла на бутерброд. Это стало непопулярно. Впервые за много времени. Да, мы видим, что засилие леваков немножко на этой истории поджимается и немножко правого поворота. Но посмотрим, куда. Слишком далеко запущена болезнь. Посмотрим, куда дойдет. Алексей, вы знаете продолжение истории с этими студентами из Гарварда? Там же они после этого запостили другую петицию, в которой предложили жертвовать им, потому что от того буллинга, которому они подверглись, подписав петицию в защиту людей, которые отрезают головы, у них началась душевное расстройство, они испытали травму и им нужны деньги на то, чтобы восстановиться, прийти в себя и так далее, и так далее. Вот как. Как мы понимаем. Дело в том, что идентификация современного человека это идентификация через жертву, самая простая, которая есть. То есть, ты не можешь выделиться среди миллиардов себе подобных никак, а вот жертвой ты выделяешь все сразу. жертвы защиты твоих прав, требовать суча ножками, да, это есть. Почему Зеленскому? Скажем так, тут есть разногласия, отказали ему или не отказали Таньяху в том, чтобы прилететь. Ну, президент Зеленский сказал, что он готов прилететь в Израиль, и в результате мы видим, что президент Зеленский не летит в Израиль. Видимо, там все-таки что-то было, из-за чего он не стал лететь в Израиль. Даже вот Станислав Белковский говорил, что он хотел прилететь на одном самолете с Блинкино. Почему? Ну, наверное, я хоть счел, что ему не нужно Зеленский в Израиль. Подумал. В этот момент. Немного занят, а без этого не знаю. Какова доля Путина во всем, что произошло? Вот у нас вчера был Валерий Соловей, который довольно умную вещь сказал. Он сказал, что, конечно, Путин хамасовцев снабжал оружием, и, конечно, тренировались они на базах Вагнера, но, в общем, не надо из Путина делать, как бы это сказать, Мефистофеля, он там Киев не может взять за три дня. Конечно, он даже близко к себе не представлял, что произойти может такое. Его не ставили в известность, грубо говоря, но им пользовались. Да нет, я не думаю, что это так. Если Лавров принимает хамас в Москве, то Путин об этом знает сто процентов. Он давал политическую поддержку, давал информационную поддержку, он играет на антиколониальной риторике, он выстраивает политический концепт национальный юг против глобального запада или севера сейчас. Сурков недавно статью разразился на эту тему. Как бы, да, и тут вопрос, как бы, осознанная политика совершенно. Плюс любимый военный партнер Иран, плюс любимый военный партнер Северной Кореи. По-израильтянам стреляют из ПТРК, которые северокарийского производства. По-израильским танкам сейчас. из Газа нормальная усть зла. Пхеньян, Тегеран, Дамаск, Москва, где-то за всем этим Пекин маячат. Жень прекрасна для них. Вызов брошен. Кто выиграет, давайте. Давайте играть в игру, кто победит в этой войне. Лучшие союзники и хлебаки западные. Все прощанцы. Поэтому он знает, на что стоит. Знает, как играют. Там уже получится, не получится. Посмотрим. Ну, собственно, вот Путин поехал в Пекин. Зачем? Байден в Израиль, Путин в Пекин. Ну, во-первых, идет серия переговоров. Байден должен сейчас в Пекине. Идет серия консультаций в треугольнике Пентон, Пекин, Москва. Там решаются разные вопросы. В том, что я вопросы в Украине подозреваю. Вопросы превращения Индии в Новый Китай и совместная реакция на это. Ну, и на Западе же говорят о том, что сейчас в мире складывается пять центров силы. То есть, это как перед Первой мировой войной. Россия, Пекин, Индия, Евросоюз и Соединенные Штаты. И они находятся в сложных сознательных отношениях друг-враг. Например, и Индия, и Китай по ШОС и по БРИКСу они партнеры, друзья, а в реальности они враги. Ну, как по другим параметрам они враги. И вот эта система умных противоречий, запутавших всех, она как бы позволяет более-менее, она заменяет это ИРЗАТ-заменитель сложившейся после Второй мировой войны систему безопасности, которая была через систему договоров создана и поддерживалась долгое время. Вот. Но она же содержит в себе потенциал новой мировой войны в том или иной Бурятии. Поэтому консультации идут в рамках существующего положения. Он консультируется. Но что-то он не очень довольный вышел после переговора с Дзипинем. Бледный заикался. Что-то и так пошло. Но он вообще в последнее время какой-то очень бледный. Ну, а с чего бы ему быть веселым, скажите, пожалуйста. Ирония. Ну, ты наступил на страшную Авдеевку. Собрал, сконцентрировал. Такой концентрации не было уже, наверное, год с лишним в российско-украинской войне на весь силу войск. И что? Там на 300 метров, здесь на 200, из которых обратно отвоевали, 150. но экономика понемножку насыпется. Медленнее, гораздо, чем хотелось бы, но тем не менее. Перспектив особо нет. ВПК, как ни крути, страшной победой обеспечить не может. Война явно заходит в тупик. И для них тоже. Ну, что там? Как там? Одна история с нефтяными деньгами, которая, нефть продается за рупи, потом, значит, их надо рупи продавать в Эмиратах, а после Эмиратов закупать юань, и все это по зверским ценам и так далее, и так далее. Но она, кого угодно доведет до белого коленя. Ну, вот он, бедняжка, тоже грустит, наверное, потому что пошло не так, как он планировал. Так, Коль, скоро мы перешли к ситуации на фронте. Авдеевку, как я понимаю, мы уже обсудили или можно еще что-то добавить? Ну, что будет ее? Сегодня день тяжелых боев. Там все они перекинулись на усилия и резервы на северный фас, там, где у них наметился определенный вспых. Пытаются прожать там, посмотрим. Да или нет. Бои тяжелые. И в этих боях они потеряли несколько суток не из техники за первые шутки. Молодцы, ребята, конечно. Так, у меня вообще вопрос, почему наступать в Авдеевке, почему эти войска не перекинуть, например, к Токмаку и там не останавливать, опять же, украинское наступление? Это кардиозная работа. Там гораздо более подходящая для этого площадь, там не надо по терриконам по единственной дороге танки посылать. Это загадочная русская душа, потому что Авдеевка на 1300 километрах внутреннего фронта, самый укрепленный район уже 9 лет. Там единственное место, где есть некое подобие нашей линии Суровикина, если бы она была, грубо говоря, бетонное сооружение даже есть и так далее. И перейти туда массой, при том, что сами российские корреспонденты говорят, что потери в атакующих подразделениях 90%? Это очень странная затея. Но, с другой стороны, это чисто от российской логики войны. Если выбьем самый укрепленный район, неважно, сколько потеряем, то все остальные будут легче убивать. Правильно? Давайте, ура, она самая укрепленная. То есть, все полководцы, всех времен и народов всегда искали самую слабую месту. И туда наваливались всей силой. Мы не будем. Все, нам эти вакуумы, наполеона, Лига Гарта не указ, мы пойдем, значит, другим путем, мы навалимся на самый сильный. И когда мы там победим, как им кажется, тогда уже везде будет легче. Ну, как говорил Наполеон, для победы нужны две вещи. Удача и идиот противник. Идиот противник у нас уже есть. Алексей, вы знаете анекдот, мы с женой любим сложности? Да, да, знаю. Вот это примерно оно. Стоя в гамаке. Да, да. Если наши слушатели не знают, то, да, в ответ, как вы занимаетесь с женой любовью, ответ стоя в гамаке и в противогазах. Зачем мы с женой любим сложности? Нет, на самом деле я так понимаю, что идея была раздергать силы и предотвратить украинское наступление на Токмак. Но у меня был у вас естественный вопрос, а почему тогда не предотвращать украинское наступление на Токмак прямо непосредственно возле Токмака? Не, они там тоже пытаются отрывать, там страшно и так далее, и так далее, но что-то, да, даже на Глитар там наметилось и на Купинске. В общем, они подумали, что наше контрнаступление остановлено и радостно перешли наступать опять на четвертое направление. Жизнь их ничему не учит, но вот за что мы им и жизнью благодарны. Жизнь за то, что она их не учит, а им за то, что они не хотят учиться. И тут у них неприятности под Херсоном случились. Кто-то там высадился, говорят, и страшно их мучают. Они там пытаются бороться, но, в общем, опять пошло все не так. У них это страшное контрнаступление сразу на четырех-пяти участках, которые они себе замыслили, радостно переходя в контрнаступление после того, как провалилось, как они считают, украинское контрнаступление. Ну, дай им Бог здоровья. Что мы умеем, хорошо так в обороне уничтожать их живую силу и технику. Атакамс в Бердянске. Значение и последствия. Почему вот, когда я увидела, что в Бердянске прилетело по вертолетам, мой был первый вопрос для себя, почему по вертолетам, почему, допустим, не по Крымскому мосту. И, собственно, да. А что такое кассетные боеприпасы по здоровенному бетоненному сооружению? Ничего. А. А, да, там же кассетная боевая часть. А вот, настоящие вертолетные техники, это ведь, на смысле чего, вполне. Ну, и потом эти же вертолеты работают по нашим войскам на южном направлении. Поэтому это очень жиро, жиро, и на это ослабление ударной компоненты российских войск. Там, К-52, два уничтожены, гарантированно, семь по Секлу, ну, там, Ми-8 еще всякие разные. Такая хорошая история. Боеприпасы к вертолетам взорвались, немножко персонала, панцирь накрыли один, который это все охренал. Ничего, так пошло. А у меня родилась маленькая гипотеза, вот когда я увидела, что эти Атакмсы дали, я вспомнила, как вы, я просто подумала, что может сбить Атакмс, ну, очевидно, С-300 и в первую очередь С-400. И как раз перед этим я вспомнила, что в Крыму вынесли несколько С-400, украинские силы. И я всегда думала, что это для того, чтобы подобраться к Крымскому мосту. А сейчас я подумала, что, может быть, это было предварительное условие, чтобы дали Атакмс. Потому что практически нечем сбивать. Не думаю. Атакмсы ждали на минимальной дальности и их начали лупить, ими начали лупить полевые аэродромы. Это важно. У них есть аэродромы, в Крыму есть аэродромы, поскольку, которые вот для вертолетов, которые непосредственно ближе к линии фронта, стрелялся, загрузился, быстро вернулся и прочее, прочее. И они, их К-52 с вихрями, с ПТРК, попили нам крови и немало, скажем так. Но теперь они загрустили и, наверное, загрузят крымские аэродромы. Но то, что крымская операция против ПВО проводится, ну, вернее, по преодолению ПВО проводится по всем канонам, и там выжибаются целые сектора, да, это правда. Отсюда успехи в Севастополе. В том числе, вот вчера там был большой взрыв или сегодня утром у меня уже там смена часовых поясок уже голова. Поэтому, может быть, это цифра постоянно, может быть, это было сегодня, сегодня, может быть, вчера, но неважно, там Севастополь обахнуло. Небольшой ракетный складик есть километра три длиной. И вот туда прилетело. Правда, не очень попали еще, но лиха беда начала попадем обязательно. Ну, вот с учетом того, что Ка-52 были одним из главных способов, которым российские вертолеты донимали ВСУ, если бы атакам садали в июне, ситуация с наступлением была бы иной? Нет. А то получается, что сначала подготовка, начинала выступление, а потом арт-подготовка, как в анекдоте, да, если будете хорошо плавать, было бы и бассейн нальем. Мы нальем бассейн. Видимо, хорошо плавали, нам дали немножко воды и бассейн. Но была бы, конечно, другая. Насколько она была бы, трудно сказать, но нашим войскам всяко было бы получше и несколько сотен солдат, может быть, и больше осталось бы живо. Неприятный вопрос, но я не могу его не задать. Возвращаясь к тому, что мы говорили о фейках, потому что, когда начиналась война, Украина имела именно поэтому, из-за вот этой склонности Путина врать, абсолютное моральное преимущество. Буча была, Мариуполь был, Боинг был, вот все Путин врал, а Украина говорила правду. И вот в последнее время к вопросу о том, что вы сказали, что гибридная война это оружие слабых, это оружие проигрывающих, то, значит, с ракетой по Константиновке Нью-Йорк Таймс написала, что это была несчастная своя история, Нью-Йорк Таймс отменить, это значит, нехорошие люди, они работают на Москву, то воскресенье адмирала Соколова от преимущества Израиля никогда не врет. Если у него случается какой-то рамс, встает начальник разведки и говорит, мы прохлопали. Если кто-то кого-то пострелял, то они говорят, мы это сделали. Поэтому когда Израиль встает и говорит, мы не стреляли по госпиталю, то уже даже одного его слова достаточно. Ну, у них глава Шенбета выступил, сказал, что это, что моя вина. Мало таких политиков есть в современном мире, которые могут произнести вообще это слово. Моя ответственность, моя вина и так далее. Есть такое, да, ну, так Украина, мы же говорили с вами об этом. Как бы, мы же обижали целый УК с начала войны. И прибежали на место, которое очень похоже на место, с которого Путин начинал войну. Ну, просто по цифрам. Диктатура у нас на 93-м или 97-м месте по... На 97-м, по-моему, в международном рейтинге экономических свобод. А свободная Украина, которая во имя свободы, зарадит свободы на 127-м. Или 123-м. Да, 97-й, 123-й. В диктатуре, в протирательной путинской тирании, люди до сих пор могут выехать военнообязанно за рубеж. Да, они должны стать в военкомате на учеб, но могут выехать. Главное, чтобы стояло. А в Украине нельзя. В диктатуре 30 тысяч войск приходят, желающих приходят в военкоматы. Да, и по экономическим причинам, но приходят же. А у нас, что, людей все чаще и чаще видео, ну, или достаточно часто видео, или регулярно видео, давайте так смягчим, хватают и тащат силы в армию. Что там у нас еще и так далее. Поэтому мы начали, как свобода против диктатуры. А сейчас... Данилов, который назвал вас российским агентом. Да, сейчас, да, сейчас, когда буржок пробежали, и так вот, так начинаешь задумываться, точно свобода против диктатуры? Или у нас хуторская диктатура против имперской диктатуры? Борются все больше и больше. Потому что людей, которые за свободу, ну, может, миллиона два. Это волонтеры, военные добровольцы, активисты, которые борются за свободу, пытаются выбрать европейскую Украину и так далее, и так далее. Ну, а все остальные, там еще надо задаться вопросом. Кто, куда и как, и почем. Но самая главная линия, которую правительство проводит, меня вот интересует это. Особенно в экономике, комплектации вооруженных сил, выпуска или не выпуска граждан за границу. Где тут свобода, честно говоря? С фонариком на доске. Ну, тогда уж, коль скоро вы об этом заговорили, я добавлю масло в огонь. Вот, и еще раз повторяю, понятно, что во время войны у всех нервы плохие. Но вот Жан-Клод Юнкер, бывший глава Еврокомиссии, старый алкоголик, это правда, сказал, что в Украине коррупция, типа это препятствует входу Украины в Евросоюз. В ответ Зеленский сказал, что коррупция – это российский нарратив, и типа вот его юнки разручивают. Как-то меня это сильно резонуло. Более того, я тут увидела, что я не слышала это от официальных лиц, но я увидела, что это разгоняется в некоторых местах в прессе, в украинской, что выборы – это требование выборов, это тоже российский нарратив. И что значит 65% украинцев по одному из последних вопросов против выборов во время войны. Да-да, я понимаю, что во время войны действительно сложно технически, но у меня глаза стали квадратные. Я подумала, во-первых, простите, как это выборы – российский нарратив. Во-первых, это требования американцев. А во-вторых, нам же тут же объясняют, что русские – это генетические рабы, у украинцев отличается стремление к свободе. А как же стремление к свободе согласуется с тем, что 65% людей против выборов? Ну, как вам сказать? Во-первых, давайте посмотрим с точки зрения очень многих людей в Украине, гладенных до отчаяния войной. Их мир устроен довольно несложно. Во-первых, вокруг себя российские шпионы. Российские шпионы на Капитолистском холме в Вашингтоне, российские шпионы в Британском парламенте, российские шпионы в Германии, которые Таурус не хотят давать, российский шпион Трамп, российская шпионка Латынина, российский шпион Арестович. Все эти российские шпионы желают погибели их светлой, судьбоносной, сияющей Украины, которая никогда не существовала и которая существует в их осложненных эмоциональной травмой воображение. И даже в Польше и в Израиле? И в Польше и в Израиле. Там особое количество нацистских шпионов. Поляки все российские шпионы, израильтяне через одного, но слишком ударно крутятся. Российский шпион Натаньягу и так далее. То есть мир такой, где есть сияющая Украина, и российские шпионы. Кроме российских шпионов, есть еще Россия, которая непосредственно использует шпионов против Украины и там бомби-то убивают нас. Любая попытка... Как найти российского шпиона? Любая попытка дать понять, что картина мира сложнее, чем вот этот триумфират, заканчивается криком «Вот, наконец-то, мы поймали российского шпиона настоящего». То есть, если вы стать российским шпионом, в Украине очень просто. Нужно оспорить картину мира, где все российские шпионы. Что же вы хотите от этих людей? Вот у нас по состоянию начало июня, 70 июля, 78% опрошенных украинцев считают, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях в свидетельстве допросов фонда «Демократические инициативы», проведенный Институтом социологии международным строительством 18 июля 2023 года. Потом президент выходит и говорит «То кто говорит про коррупцию, это российский шпион». Значит, «Наконец-то мы достигли кульминации» и у нас 78% опрошенных украинцев в российские шпионы. Президент конкретно про Юнкера говорил. Так я все-таки так... Я к чему говорю, что полгодика такого вот упрощенного картины мира и война в Украине будет выглядеть так. Одни российские шпионы воюют с другими российскими шпионами. Потому что не шпионам не останется. Все будут российскими шпионами. Ну, в принципе, такая картина мира тоже имеет место быть. У нас есть такие люди, которые глубокомысленно рассуждают о том, что ФСБС ГРУ воюют здесь, в Украине друг против друга. И, значит, они там конкурируют в американском парламенте, натравливая силы один на других. Вот такая вот очень удобненькая, ламповая, домашняя, хорошая картина мира, где у Махди был Ахура Мазда и кто там еще? Ариман. Не у Махди, вернее, да, в этом самом деле. У Зараза. Ахура Мазда и Ариман. Анграманию, точнее. Армуз и Ариман или Ахура Мазда и Анграманию? С Богом тьмы, а у нас шпионы ГРУ со шпионами ФСБ воюют. И история мира определяется этим самым. И если поискать причины падения трипольской цивилизации, то в этой картине мира их очень легко найти. Потому что и тогда оплот ГРУ разрушили агенты ФСБ, пришедшие со стороны, или наоборот, значит, недоглубоко внедренные агенты ГРУ разрушили ФСБ, оплотовый там сам. Другого в картине мира не предусматривается. Нет ничего, кроме борьбы ГРУ и ФСБ. Любая попытка это спорить, делает из вас тройного шпиона. Значит, вы тогда будете или человек Суркова или Дугина, они тоже, кстати, между собой воюют, или и одновременно аффилированы в ГРУ или ФСБ России. Такая вот, да, да. В принципе, я постоянно удивляюсь вашим попыткам сделать эту картину мира сложнее. И у меня есть объяснение, Юга, вы российская шпионка. Точно. По-другому. Вы просто не понимаете, любая попытка усложнить картину мира или объяснить как-то это все какими-то другими объяснениями, это явный, явный, вы явный выкармишь выкармишь ФСБшного этого самого ФСБшного коза вот этого, который атакует Украину. А других объяснений не может существовать. Это же очевидно совершенно все. О выборах заговорили? И шпион. Украинцев не выпускают за пределы страны не дают выжать а российский шпион. Против преследования Московского Патеррхата говорите, что это невыгодно Украине, Московский шпион. Что вы там еще? Говорите о проблемах в экономике, Московский шпион. Говорите о том, что хватает людей в 21 веке и силы заставляет там где-то защищать Родину, не совсем разумная политика, российский шпион. Говорите, что возможно не все в Украине российские шпионы, российский шпион. Что вам еще нужно, чтобы все поняли, что вы российский шпион? Ведете программу с Арестовичем, так он же известный российский шпион. Значит, вы российская шпион. Я вам усугублю еще одна очень важная вещь, потому что, ну, вот мы сейчас говорили об Авдеевке, да, Авдеевка, российское наступление отражено, Россия понесла большие потери. Да, очень круто, что в Бердянске вынесли несколько вертолетов, но так маг не взят. Сейчас уже октябрь. Американцы, судя по всему, приняли решение, что они не будут активно помогать Украине восстанавливать военным путем свои границы 91-го года. И меня не оставляет в последнее время подозрение, что вот это американское решение, главная его причина, это не страх ядерного удара, не опасение, что Россия распадется, даже не то, что жалко денег, а ровно то самое, о чем вы говорите, что вот в начале войны мне казалось весьма вероятной украинско-польская уния. Вот полный переворот геополитической картины мира, речь посполита от моря и до моря, и Киев, новый центр Большой Руси. Мне казалось весьма вероятно, что вот весь тот невероятный интеллектуальный потенциал, который убежал из Белоруссии и России, не забудем, потому что там еще из Белоруссии очень много убежало айтишников, врачей, вот всего кого угодно, все, кто думают. И что украинские власти скажут, слушайте, да вот же оно, это же просто кладезь, у нас будут лучшие врачи, у нас будут лучшие профессора, у нас будут лучшие айтишники. Знаете, можно я приведу совершенно потрясающий пример, до которого я никогда, то есть я его сама много раз произносила и никогда о нем не думала. Это случилось, вы будете смеяться, в 722 году до нашей эры в городе под названием Иерусалим, который на тот момент был абсолютно глухой горной деревней, столицей маленького царства Иудея, которое, в общем, по сравнению со своим богатым северным соседом Израилем было, если честно, говорить ничто. И вот в 722 году Израиль завоевали ассирийцы, и я много раз произносила эту фразу и никогда не задумывалась, что она значит. Она звучит буквально так в исполнении профессора Исраиля Финкенштейна. За короткое время население маленького горного Иерусалима, которое составляло 20 тысяч, возросло до 120 тысяч. Внезапно в Иерусалиме появились люди, которые умели обрабатывать камень, умели рыть потрясающие водоводы, просто те люди, которых никогда в Иерусалиме не было. И это, естественно, были все беженцы из Израиля. И в этот момент меня вот, когда я об этом думала, меня туркнуло, потому что я подумала, а ведь царь Иезекия, собственно, с этого момента начался тот Иерусалим, который мы знаем, и тот иудаизм, который мы знаем, потому что все это еще сопровождалось религиозной реформой, но сейчас это не важно. Я подумала, а ведь царь Иезекия мог сказать, а нафига тут нам вот эти вот из Израиля, они же у нас отберут рабочие места, они то сделают, они все сделают. Нам хорошо, когда мы маленькая горная деревня. И я ожидала вот этого большого взрыва, как в Иерусалиме с 722 года до нашей эры. Али, вот так же, как Израиль сейчас, хотя это ему иногда бывает неудобно, принимает людей, евреев со всех сторон. И вместо этого мы видим, наоборот, страну, из которой стремительно утекают люди. И очень многие из тех, кто уехал в Германию, Польшу, они не вернутся. Я подумала, как можно было упустить такую возможность? Ведь эта историческая возможность создать речь посполиту, новую Русь центром в Киеве, она больше не представится. Юля, вот вы ничего не понимаете. 100 тысяч приехавших в 22-ти тысячи на Иерусалим это были ассирийские шпионы. И они повернули судьбу Израиля. Вы видите, до чего дошло сейчас. Мы же имеем возможность понаблюдать уже сейчас, куда оно пришло. 2700 лет истории, до чего шпионы довели несчастную несчастную людей вместе с этим вашим Израилем. То же самое было бы у нас всего какие-то 2700 лет, и все бы убедились, что проклятые шпионы из Москвы и Беларуси, они же несчастную нынку Украины куда-нибудь там завели. Давайте я назначу наконец-то культурный процесс, который происходит в Украине. Когда Советский Союз распался и у нас было 52 миллиона, в Украине оказалось где-то миллионов 10 лишних людей. Сразу. Это все члены семей и все военнослужащие бывшей советской армии. У нас было 2,5 миллиона группировка, 2,100 стояло крупнейшее и сильнейшее в Европе. Это все занятые в имперских проектах так называемых. То есть космос, большая промышленность, институты и все остальное. Тут же Южмаш, те же харьковские институты, университеты и прочее, которые оказались нафиг никому не нужны. И это лишние люди в таком классическом значении этого слова. Экономика оказалась очень сложной. Структура общества оказалась очень сложной. ее начали упрощать. Экономика Украины упростилась с точки зрения сложности технической в 2,5 раза с тех пор. И мы ее продолжаем упрощать, упрощать, упрощать. То есть Советский СССР искусственно втягивал свои 15 республик в проект, который заведомо был более сложным. И были ли в этих проектах, хорошие они или плохие, это уже сейчас отдельный разговор, чисто с технической, технологической точки зрения, сложности устройства общества, науки и всем остальным, связи науки и производства, она оказалась очень сложной, и она все начала падать, 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 падать. Но этот процесс исхода понимающих умных людей, он продолжается до сих пор. Когда возникла война и травма войны, упростители, которые не тянут сложность ни в одном смысле, получили уникальный шанс. Им надо просто крикнуть, что человек, с которым они хотят конкурировать, но не могут, в мирных обстоятельствах российский шпион. Имперец, проводник Москвы и так далее, и они получили шанс на в кои-то веки получение конкурентных преимуществ, которые они никогда не могли заработать обычным путем. И они начали раскачивать толпу обезумевшую от страха, ужаса, потерь и эмоциональной травмы бесконечных смертей, убийств, ракет, летящих на голову и так далее. Начали вот это кликушество по манафортовским лекалам, и по давно известным человечеству лекалам, когда разделяется, основу Порошенко заложил со своей армией Мовой Веры, поколол убийство и так далее. И возникла тенденция на выдавливание всех людей, которые хотят жить в мире чуть более сложном, чем борьба российских шпионов с российскими кураторами. Вот если бы все, кто за пределами этой картины мира, то у нас организована серость, которая наступает на книгачиев. Вот ситуация в Украине сейчас. И как бы что же вы хотите, чтобы они принимали, они со своими книгачьями никак не могут справиться, хотя очень стараются, чтобы они принимали книгачаев из России и Белоруссии еще добавлю. Для этого нужна смена модели развития государства. Но сначала должна быть до предела исчерпана эта модель. Сейчас огромное количество людей уезжает из Украины тушкой, чучелом, любыми возможными средствами. Умных, креативных, которые ничего общего не хотят иметь с тем, что сейчас происходит в Украине. И еще полгода назад так не было. Были уже во всем и валились в этот сценарий, но этого еще не было. Очень многие люди, которые выехали раньше, они пересмотрели и говорят, вы знаете, я там не очень хочу возвращаться, пока подождем, пока возможно что-то изменится. И организованное кликушество, кликушествующая серость наступает на книгачаев. Вот это вы должны понять, что происходит в Украине. И лозунги все те же. Как удышаться в освобожденном арканале. Понимаете, ну? Ну, вы представляете себе, чтобы Дон Рэба и его серые устромовики начали завозить книгачаев из Саана и Ерукана? Ну, Алексей, вот когда я вас слушаю... Да, когда я вас слушаю, я думаю, что вот абсолютно все, что вы говорите, но только в гораздо больших пропорциях, оно как раз применимо к Путину и России, потому что упрощение экономики это Путин, упрощение жизни это Путин, а представление о том, что все, кто хотят сложности, это шпионы, только в данном случае не российские, а американские и там агенты, они без... у них биокомары вживлены вместо чипа в мозги и так далее, и так далее, это Путин. И более того, я сейчас скажу еще более страшную вещь. Я гляжу на все 15 республик бывшего Советского Союза. Я не вижу среди них... Сейчас меня очень многие возненавидят в странах Балтии, я даже в странах... Ну, относительно, да, вот единственное исключение можно назвать страны Балтии, но и то там есть очень серьезные проблемы. Я не вижу среди них просто успешных проектов. Мы все так ждали и так надеялись, что рухнет Советский Союз, и... то есть это было страшное общество, но сейчас я все больше задумываюсь о том, а нельзя ли было как-то его преобразовать, но вот когда он рухнул, просто вместе с ним рухнули все иде... не просто идеологически, все интеллектуальные надстройки и вся сложность, вот ровно то, о чем вы говорите, сложность жизни и сложность государства, которое создает любое стационарное общество, даже если оно начинается с такой мерзости, как Советский Союз. Вот там, ну, условно говоря, бандитов не было у власти, потому что бандиты там были у власти в 20-х годах, к 90-м, они... к 80-м они преобразовались во что-то другое. И все это рухнуло обратно, в Средней Азии это рухнуло, реально Дабаев, в Белоруссии избрали Лукашенко, в России, значит, чуть не избрали Зюганова, потом избрали Путина, и все это примитизовалось до ситуации, все надеялись, что из страны Второго мира мы, бывшие жители Советского Союза, станем страной Первого мира. А все республики Советского Союза с некоторым исключением стран Балтии, но и там есть проблемы, потому что превратились в страны Третьего мира. Даже если там есть демократия. И не во всех сохранилась демократия. Ну, Юль, система отношений в Украине современной, это 17 век. Вот где-то период Хмельницкого. В этой системе в 17 веке не предусмотренное место для креативного класса, очень мало места для предпринимателей и очень специфическое, зато очень много магнатов и много добровольческих дружин, читайте Казаков. Ведь так называемый, если бы Хмельницкого, попасть сейчас к Хмельницкому на машине времени и объяснить ему, что он ведет национально-освободительную борьбу украинского народа, он упал бы в оморок, наверное, от удивления. Или долго бы смеялся. Потому что он никакой национально-освободительной войны не вел. Он по причине того, что нации не существовало и ни о каком освобождении речи не шло. Речь шла о казацких привилегиях. И если уже так сказать. И это очень правильно, потому что все на свете свободы вырастают из привилегий, причем из привилегий высших сословий, когда они распространяются вниз. А все те, кто с самого низа хотят, и это уже прям моя любимая тема, все те, кто с самого низа науськивают пролетариат на том, что значит мы сейчас всем станем равными, то получается Гаити. И если с большой очень натяжкой можно сказать, что это была война добровольческих подразделений против местных олигархов типа Еремия Ивишневецкого, который был, у него был свой проект Украины, магнатской, а у этих проект казачья Украина. Вот они с друг другом радостно сражались при большом удивлении поляков, которые на все это смотрели и вынуждены были в этом участвовать. Так вот, ну как бы, что же вы хотите, уровень отношений общественных 17 века соответствует экономике 17 века, законодательстве 17 века и вообще все остальные практики если мы отставили. И когда мы берем, например, в разгар 1649 год, мы ловим горожанина на улице или крестьянина и говорим, ну-ка объясни нам, как мир устроен. Так понятно, польские, литовские шпионы против наших казаков. Все говорят, ты, наверное, тоже шпион. Иначе зачем бы ты задавал такие вопросы. Ты ему про сложную картину мира, про региозное столкновение, про поствествальский мир, который докатился до Восточной Европы и который должен был, про Кромвеля, про вот эти тенденции. Они говорят, не-не-не, не надо нам это. Католический шпион, все. И шпион Москвы, тоже вариант. Вот эта битва католических шпионов против шпионов Москвы, она вот основное содержание жизни в картине мира украинцев современного, среднего. А умные ненадобные, надобные верные. И россиян. И россиян. Мы вообще все постсоветских людей. Просто в Украине... В Ближний Восток превращаемся, Алексей, в Ближний Восток превращаемся. Вся постсоветская. Все гораздо... Вообще, мы не превращаемся в Ближний Восток. Мы превращаемся сами в себя. и какие мы на самом деле есть. Поэтому в России есть актив, который скидывается на дроны, там, поставляет, активничает. У него главное... Так исторически сложилось, у него главная интенция это доминирование. В Украине есть тоже актив, который скидывается на дроны, воюет, добровольцами в армии, идет всякое такое прочее. У нас главный акцент на свободе. Есть огромная серая масса, которая практически не отличается друг от друга. Вообще, ничего. И все достижения, чем мы отлучаем в 17 веке и мы, и вы, это в том, что такой актив появился. Несколько сотен лет, несколько десятилетий позволили вырастить людей, которые, ну вот, с воображением, имеют какое-то образование, хотят странного и чего-то там где-то преобразовать. И попали они, как в Советском Союзе говорили, что между двумя классами-гегемонами, рабочими крестьянствами, есть тонкая прослойка интеллигенции. Задача ее это смазка. Так вот, эта смазка, да, она что-то там пытается добиться, как бы, да, она воюет на фронте, она скидывается, она волонтерит, она активистничает и прочее, 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 но она же не является доминантой. Она является угнетаемой меньшинства. в нашем обществе. А доминируют феодалы, магнаты, и серая масса народная. Тогда, чтобы закончить этот разговор на более духоподъемной ноте, я хочу вернуться к Израилю, потому что меня с некоторых пор стала занимать одна мысль, потому что все говорят, вот, как можно было проспать такое нападение, спецслужбы были не готовы, армия оказалась не готова, проворонили то, вот, не было отрядов самообороты, которые были практически разрушены в кибуцах. Это все правда. А я вдруг посчитала и удивилась, что мало обращают внимание на другое, на фантастически быструю реакцию всего израильского населения, в том числе армии, которая спасла тысячи и тысячи жизней, потому что, если посчитать, зашло не меньше трех тысяч боевиков, я видела цифру шесть тысяч, но сейчас не буду за нее ручаться. За ними же еще заходили мирные жители газа, в кавычках, которые, собственно, и пытали, и грабили. Вот очень многие те страшные вещи, которые мы сейчас видим, когда нам рассказывают волонтеры, что семья сидят запытанные с вырезанными глазами дети и сидят с другой стороны родители, на глазах которых это происходило, а посреди стол, за которым люди ели. Это же явно не боевики, это делали, которые действительно там дальше побежали стрелять, а это получали удовольствие вот эти вот самые мирные жители газа. В этих условиях убитых тысяча, триста, тысяча, четыреста человек. На фестивале в Рим было три тысячи человек, на них напало не меньше тысячи боевиков, когда все спали. Там было несколько десятков охранников, то ли 30, то ли 60, убитых 260 человек. Учитывая обстоятельства и когда начинаешь разбираться, как реагировало, казалось бы, это толпа, там совершенно невероятно, это невероятно мало, как это не цинично звучит, потому что люди, которые сумели продержаться в своих кибуцах, которые отстреливались только что не из столовых ложечек, какие-то люди на этом фестивале, которые лежали под танком и стреляли из двух автоматов, которые они успели отобрать у палестинцев и отстрелялись до того момента, когда пришли первые солдаты израильской армии, которые вылетали из дома, чуть ли не в тапочках. Вот скорость реакции израильской армии и общества и, кстати говоря, такая же фантастическая была скорость реакции в феврале украинской армии. Ну, давайте так, правки внесем. С моей точки зрения, там, во-первых, не было никакой тысячи напавших на фестиваль, там было гораздо меньше, там, наверное, может, я не знаю, сотня боевиков приехало, ну, может, две. Но надо же понимать, что там происходило. Смотрите, как обычно, был провал разведки, службы безопасности и начался то, что называется, массовый героизм, который является следствием провала. Ну, во-первых, солдаты, которые дрались на границе. Там один к двадцати, например. Там соотношение было. Они стояли, насморть, воевали и так далее. Спецназовцы, которые прилетели туда едва не в тапках и сражались один к тридцати, один на один, вчетвером против шестидесяти и так далее, и так далее. Оставные генералы, которые пистолеты похлопали и на домах поехали, наверное, на машинах своих тараняя шлагбаумы, чтобы спасти внуков, детей и вообще этих самых генералов. Вот командирша смешанного мужско-женского батальона на Каракаль, она помчалась подразделением, примчалась с египетской границы, примчалась туда. Значит, взяла автомат хамасника, чтобы вы понимали, убила всех. Последнего убила вражеской гранат с предыдущего трупа. Сняла с него гранату и убила. Женский танковый экипаж, лянский танковый экипаж, который примчался с ней на танке, он задавил, расстрелял кучу хамасников. Бедуин, следопыт, сам мусульман, из дивизии Газа, он снял форму израильского солдата. Вышел к хамасникам в майке, сказал на арабском «идите сюда, идите». Типа он их за них. Они прошли, он их всех из засады расстрелял. Начальница охраны кибуца Ниран организовала боя отряда самообороны так, что вообще никто не погиб. Да, перебили больше 30 хамасников, потом армия Магав подошли, пограничники их и добили остальных. Там можно снять сотню фильмов таких, что Рэмбо отдыхает и так далее. А и то же самое было у нас. То же самое было у нас, потому что когда государство большей частью все пролетело, народ взялся самоорганизовываться. И израильтяне в этом смысле очень похожи. Ну, было и у них. Теперь другая фаза, но по-прежнему у нас... Давайте, я не знаю, вы видели такой фильм «Народный резервист» год спустя? Нет? Нет, даже не слыхала. Ну, что, вам советую посмотреть. Идем сейчас отрывок из него покажу. Маленький. Это чей фильм-то? Это Коля фильм снял про этого российского шпиона Арестовича. А-а-а! Ну, слушайте, это тогда, конечно, большое упущение, что я не видела. Мы его вообще пролекламируем. Мы его можем поставить в описании этого видео, пока Алексей его ищут. Я вам сейчас покажу просто отрывок оттуда. Вы все поймете. Все ребята, которых мы учили, которые призваны, они за эту страну умирают. Умирают плохо подготовленные, умирают государством брошенные. Они реально меняют дела в том месте, где они стоят. И они играют действительным фундаментом нашего общества, именно солью земли. Потому что вся эта пирамида, наверху которых люди, которые едят суши в Киеве сейчас, держатся на этих ребятах, которые на опорных пунктах решают свою задачу. Подобстрелены каждые дни. Там есть ключевая фраза, сейчас мы ее найдем. Да. Тогда вы все понимаете. А тут знаменитая фраза, что чей-то героизм, героизм рядового, это всегда недоработка начальства. 15 минут, да, чтобы не ставить. Там фраза звучит так, что украинские общества, добровольцы, мобилизованные активисты, они воюют против двух фронтов, против своего собственного государства и против Путина. Вы думаете, с тех пор сильно много изменилось? Вот у нас 1 декабря Кабмин вводит новое правило на то, что он теперь досмотру и какому-то обложению вся гуманитарная помощь должна с 1 декабря подвергаться. Но считайте, это убили волонтерство в Украине. вот зачем государство принимает это решение сейчас? Но оно его принимает. Поэтому наши солдаты воюют на два фронта. И общество воюет на два фронта. И Зеленский был бы огромной надеждой. Украина проваленный проект. Это было понятно, поэтому Зеленского избрали, потому что была надежда на перезагрузку. Кто помнит атмосферу 2019 года, так это же вообще был праздник, все поверили в то, что может быть иначе. К чему мы подходим к концу 23-го? проект перезагрузки проваленного проекта оказался провальным проектом. Разгар тяжелейшей войны. Поэтому придется поработать. Еще проблематика глубока. Заговор отпустил глубокие корни. Должна сказать, Алексей, что по сравнению с проблемами России, потому что все-таки в Украине есть выборы, а вот в России выборов нет. Леонид Донидович, украина не Россия. Но слава Богу, мы не Россия. Есть за что побороться. Но сказать, что мы та Украина, о которой мы все мечтали, из-за которой сейчас люди умирают, тоже нельзя. У нас есть еще отдельные недостатки. На этой прекрасной ноте у нас не все вопросы заданы, но я думаю, что пора отпускать Алексея, тем более, что у вас еще вечером Фельдман и Альфа и Омега. Так что вам тоже. тем более, тем более, Алексей, спасибо огромное. Те вопросы, которые я не дозадала, я обязательно еще дозадам, потому что у нас было несколько важных вопросов, но они не утухнут. Поэтому, Алексей, спасибо. Вам спасибо. До встречи. Игорь Негода, Продолжение следует...